Итак, начинается у нас, готовится начаться второй тайм, сейчас мяча Сварок, Макарчука дает на партнера, загружает через оборону, можно сыграть на Дударе, свободно там. Голкипер там забегает Седлецкий, да, и на него идет заброс. Какая превосходная диагональная передача. Да, ну, такое впечатление, что немножко все-таки внес какую-то неуверенность и голкипер, букмекера, который так активно, я бы сказал, выбегал. Понимаете, Седлецкий, что стопроцентный момент на самом-то деле можно было реализовать. Субаре все-таки нет, запутался в мяче. Щедрый Вадим. Зубаре. Стопроцентный момент, в игре все-таки, что дальше предпринимать, сбрасывал туда на Вадим, я так впечатление... Отработал, хорош! Отработал, зубы. Да, вплотную пробивал, голкипер рядом был. Но Дудар не пускал. Очень хватко в обороне играет Сварок, кстати, вот именно в плане индивидуальных сопротивлений, когда один в один и так далее, не дают они свободно обыграться, обыграть, избавиться от игрока. Плотно опекает. Но в плане расстановки, именно как командной обороны, все-таки есть огрешности, и поэтому результат наш табло. Удар, не проходит этот удар Седлецко, но мяч остается у Сварога. Мы разыграли они. Сукачуку на коротке, но щедрый был тут как тут. Подстраховал. Пустые ворота, смотри. Рука, это желтая карточка, конечно же. Желтую карточку голкипер получает абсолютно суженную. Мы видим, что уже готовится и красная, чтобы, может быть, пресечь какие-то споры. Ненужные совершенно, правило есть правило. Попугивает красная карточка, да или так? Сейчас будет сейчас на поле. Спасибо. Снова отсчитывает, а у нас... Стеночка досадно подвинулась. Хороший хлесткий удар, но выше ворот. Седлецкий с мячом. Статично пока что у нас открывается, я бы сказал, все-таки... Получилось все-таки зацепиться, а что дальше-то? Как быстро он пробовался, ты посмотри. Брасер был кипер на Курдеса. Техничный подбрасер. Интересная все-таки техника у него. Надо отметить. Пять. Пять. Пять метров. Можно? Нет пяти. Это два. Разыграем. Похоже, все-таки будет отсчет. Дайте ему желтый за разговор. По-моему, ты сейчас разговариваешь. Плюс от пять метров нужно отходить. На пять метров, я все-таки не понимаю, почему-то. А ты не? Передача, Макарчук пытается пробиться. Да, сфалили на нем. Явный фаут. Очень необычно полетел. Макарчук, зацепили ему таз. Смотрел этот тат очень грубо. Да, ну два таких подряд он прошел через два столкновения. Под пулевым, как говорится, проходил. Я стоял на стеночку рефери. Инна может в принципе сейчас последовать удар. Дударь с мячом, что будет делать? Пробивает. Мяч за букмекерами. Смотри! Пауза! Стой, 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 стой! Курдес Сергея с мячом вытягивает. Седлецкий плотно пытается как-то создавать сопротивление. Обыгрывается сейчас через третьего. Щедрый Вадим. Зубарь. Курдес. Хороший, быстрый пас. Но что будет с этого? Пока что ничего. Заставляет подвигаться оборону. Сварога. Передача на Зубаря. И зрячий выход один на один. Сформировали они атаку свою. Катает спокойно. И забивает. Зубаря. 25 минут. Зубаря на то. Да, красивая зрячая комбинация. Приводит к забитому мячу. Седлецкий. Недоволен, как ввели мяч в игру. Вперед надо разыгрывать. Да. Слушай, Кучер забегал нас. Принял он все-таки хотя пас так. Накадык называется шоу. Не прошла эта передача. Зубар выставил препятствие этому пасу. Замотивировались, мне кажется, как бы букмекеры после этого еще одного забитого мяча. Начали получать удовольствие от игры. И это важно. Хотя видишь, Кучер Роман у нас забивает на дальние и не дают почувствовать спокойствие и комфорт. Вот в преимуществе. Всего лишь в один мяч, конечно, расслабиться будет сложно. Кучер Роман. Кучер Роман. Щедрый Вадим. Как хорошо вошел, посмотри. Отличает, да, четвертый. Как будто поймали на каком-то внезапном расслаблении после забитого мяча Сварог. И моментально отвечают букмекеры. Еще 4-2. Я бы сказал, что и везение, конечно, было на их стороне в этой ситуации. Потому что отскочи мяч в какую-нибудь другую сторону. Тут уже Сварог пытается ответить. Да, игра по открытию стала, мне так кажется. Все-таки во втором тайме команды научились находить и вскрывать оборону друг друга. И потихонечку мы идем уже к более зрелищному второму тайму. Отличает первого. Но Кучер бросил и выбил. Да, тяжело. Вадиму там было обработать мяч. Немножко со спины прокатывался. И надо было время для того, чтобы обработать. Кучер не дал этого. Ну, тут зрячий, да. Ну, тут зрячий, да. Вывели и дубль делает у нас щедрый Вадим. Интересная комбинация. Ничего не осталось, кроме того, как с недовольствием наблюдать за происходящим, на самом деле, игрокам Сварога. На 28-й минуте сделал дубль щедрый. Вадим. На нашем садимся. Плотный удар от Махурчука. Ну, парировал голкипер. Скоро пытался пробиться. Плотные такие столкновения. Дают играть дальше судьи. Удар. Плотную пробивали. Ну, все-таки, сначала голкипер, потом штанга. Помешали мячу влететь в ворот. Удар. Мимо. Хотя интересный был удар, на самом деле. Будем чуть-чуть поточнее. Я думаю, что, как минимум, нешуточная угроза была бы. Для ворот букмеки. Не получилось установить этот мяч. Плотный удар от Махурчука. Плотный удар от Махурчука. Но голкипер взялся на высоте. Плотный удар от Махурчука. Махурчук там его нешуточную борьбу. на движение все детские сейчас сохранил мяч будем наверно так это говорить до удари хлестка дает передачу на крючка можно было здесь как-то что-то выжать этой атаки не получилось не поняли грубовато вскочил просто детский пытался поднять чтобы забросить на боднера но на боднера я прошу прощения чуть-чуть не хватало для того чтобы реализовать к счастью как говорится для сварога и к сожалению для букмекеров туда седлецкий и а там никого поэтому мяч спокойно забирать урда сергей прогуливая достаточно пока что вытягивает можно сказать соперников сейчас вот такая смотри перспективная атака перегрызает седлецкому давали открытую передачу хорошую набровку но сложно сложно опять сложности много неточности в хорошем темпе всегда так было и есть зубаре как он снова проходит все таки но снова легко проходит да вот находит этот коридорчик который можно ну я бы сказал что все таки дают на самом деле иногда игроки строго пройти вот так не знаю с чем это сильно не хватает немножко концентрации не но если бы они стали уже кость то тогда бы фланги были бы открыты и тогда бы бровочные передачи проходили бы ну на бровку мисс поэтому как ни крути всегда есть зоны если грамотно их находить куда-то пытался раскачать там боднара все объявиваться пакет надо сказать что боднар достаточно эффективно до поставил бросаясь не бросаясь и остановил как говорится здесь давид не прочитал эту передачи и в мяч потерян заброс пари берет значит это голки проверочный готов ли фиксировать или нет щедрый вадим показывает что подходите ко мне мол я хочу отдать передачу какую-то интересную гулян обыграли с щедрым я передачу тоже не прошла давид играет через центр вот свободная зона даст ли на даль не закрыта уже все ничего не оставалось просто пробить заблокированную зону не останавливаться угловой сейчас для сварога макарчук капитан команды с мячом что же он будет примет дальний заброс ой как красиво эффектно пробивал ну через себя это не назовешь но это такое в падении можно сказать боковой удар чуть-чуть не хватило не долетел слегка срезался с ноги и ну да не успел точно передачи гулян давид щедрый вадим открывается освободил зону ну вот смотри какая перспективная атака буквально с ни с чего выросла борется 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 с курдосом это все таки похоже нашел возможности щедрый пробил и голкипер парировал отложенный похоже фон да но голкипер неплохо себя сегодня проявляет и работа у него немало получилось пас можно было отдать пас можно было отдать на вадима не разглядел задумал уже пробить с левой ноги а тут удар классно перехватывает что же дальше-то а вот уже сбросить плотно не получилось заброски дойдет мяч да и вот щедрый тут должен забивать ай-яй-яй-яй-яй мы понимаем его крик а на самом деле ведь можно было бить вот передача то читалось все уже бежали на дальнего особенно ворота были просто пустые ну возможно он не получился удар нет я имею до передачи до вот этой передачи ворота то были пустые но ты видишь не воспользовался момент блокировал передачу немножко чуть ли не получилось не разбериха при замене у букмегеров но тем не менее вроде не вовремя сориентировались а вот голкипер счет усадно ошибается зубарь оставляет мяч у себя что он дальше предпримет пытается как еще нужно кучера а вот кучер знал что он уже дальше предпримет такое впечатление да понимал зубарь что стопроцентный момент что можно еще забить чуть-чуть не хватило куча роман тут как тут вовремя сбокировал да опасно было сейчас моменты нарушает ли щедро нагрязывать борьбу седлецкого тот справ с напряжением стрелы откуда спокойно заберет этот мяч и сразу же пробивает а вот голкипер вовремя вернулся надо сказать и остановит этот мяч темп возрос остается играть примерно минут шесть заброс когда немножко неразбериха нет все-таки голкипер забрал букмекер сразу же вот мяч и зубарь а вот запутался немного но мяч сохранил мяч сохранил все нормально оттуда 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 ну совсем не могу уигрывая в центре поля садись 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 с кучерным тут верну голкипер поражает контролирует мячик кирк дает свободная зона не прошла передача мяч у курдуса щедрые зубаря какая комбинация хорошая успевает и дальние свободно ну ай-яй-яй-яй вот да это конечно досадно все как все просто на ладони да все положили все можно делать хороший был шанс у богдана сейчас вот нам не реализовал дидыч его сам похоже не понимать даже нам как бы досадно как говорится не выдать таким но такое бывает это футбол за это мы его и любим остается около трех минут играть самое время на самом деле для таймаута если сварок хотят вышить максимум и еще хотя бы несколько мячей забить а вот курдус сергея мы слышим обсуждают с командой недоволен он тем что при плюс 3 нужно кажется ему спокойнее играть увереннее катать и играть будет да верно если я правильно понимаю ну да как они обсуждают сейчас игру ну а сварок тоже вносит свои поправки и видно что волкикеры подсказывают что-то своим партнерам по команде а вот будет водить сварок осталось около трех минут но сыграет не так много на самом деле времени для того что переломить хоть поединка но достаточно времени чтобы как минимум нервы попортить да потрепать в том то и дело куча роман да ударь подталкивает его слегка в спину щедрый Вадим доставляет выйти из зоны вернуться на свою половину обыгравшись голкипером снова пытаются формировать атаку пустые заманили гол и красивый мяч у нас Курдус Сергей забивает и делает хитрик на 38 минуте надо отметить бестящий мяч зрячий очень удар точный поразительный точный я бы даже сказал без волнений я бы так наверное назвал где-то с ничем не забрасывает на дударя тут забрасывает на кучера тяжело такое обработать в любом случае тяжело Водя не убегай Водя не спеши а ну с ничем не спешно идёт не спешно а не спешно дидыч не щедрого вернул а кучер перехватил немножко не разобрался спортера по команде поэтому мяч потерян не спешно не спешно не спешно а не спешно 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 и сейчас есть свободная зона для того чтобы сделать навес делает навес и проходит и проходит и передача по пляжному тут пытался перевести но немножечко затянул не спешно я на какой-то момент даже показал что будет сейчас бить через себя и я тоже об этом подумал поэтому и вспомнил про пляжный футбол кучераман да не заброс и гиперстуки астанали лисицо последняя минута я думаю что исход поединка в принципе уже не вызывает сомнений но счёт может измениться почему нет спокойно спина сброс на лисицо тоже пытать и деличку получилось все таки пройти у Богдана зубарь с мячом в принципе можно было и пробить но вот решила такую интересную сброску делать забываю то хочется ещё нет сегодня я хочу ты слева слева ну ладно встретился и поэтому штрафное для сварога кучер а вот не поняли другого сейчас они селецким такое впечатление получилось что поздно его предупредили фол у нас здесь Дидыч сбивал откровенно я думаю что это одна из последних атак если не совсем последняя потому что времени и выжать её можно вот голкипер потихонечку может поближе подвыбегаться мне кажется подходить подпомогать команде потому что всё таки есть для этого возможность стоит попытаться выжать с этой атаки по максимуму удары похоже 6-2 пользу букмекера это 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 как вы